И всем привет, ребят! С вами Строманька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен новому специальному режиму. Сегодня, как ни странно, впервые за долгий период времени мне стал интересен специальный режим с уникальным вооружением и форматом. Как вы знаете, может не знаете, у нас на этих выходных появился специальный режим с ВАЗ-паграммом на карте Гравити в режиме Паркура. И я решил включить видос, сыграть две каточки, посмотреть вообще, что у нас происходит в этом замечательном режиме. Насколько можно много получить кристаллов, выгоден ли этот режим или нет. Вчера на стриме я сыграл одну катку, после того, как мне один из игроков сказал, что в этом режиме можно зарабатывать очень большое количество кристаллов и при этом иметь очень хороший коэффициент. Ну и сегодня уже я решил просто попробовать скатать два боя. Сегодня мы рассмотрим одну катку, вообще сыграл два. Мы первую, я думаю, что сейчас быстро промотаем. Тут вот буквально минуту я потратил на то, чтобы одеть нужный дрон. Ну и попытаюсь за одну катку рассказать всё, что я для себя понял из этого режима. И рассказать, почему его стоит играть. И сколько можно вообще в этом режиме заработать кри. Сразу скажу, что этот режим не для слабонервных. И режим довольно-таки сложный. Хоть и кажется, что здесь как бы ничего такого серьёзного нету. Но нужно учитывать, что это паркур. И если я лично рассматриваю этот режим как режим, в котором я хочу заработать кристаллы, то я акцентирую своё внимание исключительно не в киллах. То есть я не буду тут говорить о каких-то там ловле голдов, паркуре и прочих вещах. Полная концентрация на киллы и на заработок кристаллов. Поэтому мы сразу же, я думаю, что первую катку проматываем. И уже начинаем со второй катки. Первый бой у меня был, ну как вы видите, вот здесь довольно, ну такой неприятный. Я пока привыкал, понимал, как это всё дело работает. По киллам вы видите, что у меня 12 киллов, у первого места там 19. Но потом потихонечку, потихонечку я начал его догонять, 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 догонять. Ближе к концу боя я уже стал на первом месте. Чуть начал обгонять этого молодого человека. И по итогу, к концу катки у меня было почти, хотел сказать, 40 киллов. Но до 40 я здесь не дотянул. 37 киллов. 38, 39. А, не, почти 40 было, да. Ну и за первое место в бою я получил 13 тысяч кристаллов. 13 тысяч кристаллов за одну катку. Ну а теперь уже после этого, как я, ну чуть-чуть так, можно так сказать, подпривык, я пикнул вторую. И был приятно удивлён. Что касаемо режима, да, то есть в чём его суть. На паркуре, на вас по громе, каждый ваш выстрел... А, ну здесь я ещё один бой перепикнул, потому что в начатое кино. Ваш корпус очень сильно шатает при каждом малейшем попадании и выстреле. Очень важно грамотно контролировать свой корпус и понимать, откуда вам прилетает урон. И уже непосредственно подстраиваться под противника и всегда стараться держать корпус прямо по отношению к оппоненту. Да, то есть если, например, вы будете чуть-чуть подворачивать корпус и уже гром противника вам будет прилетать в боковину, то скорее всего это будет 0 пятка, либо полноценный минус. А каждый ваш минус в таком режиме, это, конечно же, минус килл. Ну и в связи с тем, что здесь паркур и очень-очень много игроков самоуничтожается, либо не играет на киллы, соответственно, вы, если грамотно играете, можете показывать очень большое количество заработка кристаллов. 14 минут до конца боя, да, вот мы полностью сейчас рассмотрим вот эту катку. Скажу, что очень важно отыгрывать каждый спот, каждый ваш респ и стараться никогда не торопиться. Да, то есть этот режим не прощает ошибок абсолютно никак и каждый тайминг, в котором вы думаете, что давайте я тут чуть-чуть потороплюсь, чуть-чуть быстрее сыграю там или еще что-то, это ошибка. Это ошибка, здесь нельзя торопиться, нужно очень-очень медленно и аккуратно стрелять, где-то подождать и иметь, как я уже сказал, очень большое количество терпения. Терпение решает в этом режиме и даже если в моменте вам кажется, что у вас что-то не получается, главное просто сконцентрируйтесь и старайтесь бить по оппоненту, который летает там, где-то что-то крутится, да. И если вы будете все делать грамотно, то рано или поздно киллы у вас пойдут и все полетит как надо. Ну и понятное дело, что если вы будете аккуратно играть, не будете смештожаться, то у вас будет значительно больше киллов, чем у любого другого игрока в этом режиме. Очень маленькое количество на данный период времени, на момент записи видоса, игроков, которые понимают, что нужно делать в этом режиме. Скажу сразу, если вы играете на киллы, не смотрите ни на какие золотые ящики, можете забыть про нитру, вообще никогда не прожимайте нитру в этом режиме, она вам здесь не нужна. Я, конечно, бывало периодически ее прожимал по ошибке, но нитра здесь не нужна для киллов, надо просто стоять на одной позиции в зависимости от респа, более подбирать грамотный угол по отношению к оппоненту и уже, соответственно, дамажить, дамажить и дамажить. Ну и, конечно же, когда вы стреляете, если у вас поднимается корпус, старайтесь сделать небольшую паузу, чтобы в дальнейшем ваш корпус уже стал на гусеницу полностью, не был приподнят и тогда уже делаете выстрел. Мины здесь тоже очень неплохо работают в этом режиме и за счет них тоже можно давать дополнительные киллы. Ну и, понятное дело, что если у вас, например, хороший респ, то из хорошего респа здесь можно еще и дополнительно заработать какой-нибудь там голдик или еще что-то. Вот, например, в этой катке будет даже дополнительный хороший бонус для меня. Небольшой спойлерочек. Начало катки, ну, ничего серьезного, да, я бы не сказал, что она у меня пошла, не сказал бы, что здесь есть какой-то безумный отрыв, но потихонечку, помаленечку стараемся поднимать киллы. Девяточка за 3,5 минуты кажется мало, но на самом деле это уже неплохой результат. По дрону, кстати, если я вдруг не сказал, то бустер это лучший дрон для этого режима, ни один другой режим, ой, ни один другой дрон здесь вам не нужен. И за счет бустера у вас всегда будет ДДшка, да, а ДДшка в этом режиме это тот самый нужный самый припас, за счет которого вы можете давать дополнительные киллы и иметь повышенное количество урона. Также старайтесь на минимальном количестве здоровья не уничтожать самого себя, все так же, это минус один килл, поэтому с этим тоже будьте бдительны и будьте аккуратны. Но у меня уже за 4 минуты в бою 14 киллов для этого режима, это довольно-таки неплохой результат. Ну и бустера плюс, конечно же, в том, что вы можете сразу два припаса поражать, ДДшку, потом ДДшку и уже за счет этого отыгрывать. И никогда, друзья, не старайтесь в этом режиме стоять близко к килл-зоне, да, то есть вот, например, как сейчас я стоял на краешке, так лучше не делать. Лучше стараться, ну, занять такой спот, в котором вы не можете улететь вниз и даже если вас там перевернут, то вы просто полежите чуть-чуть, вас уничтожат и все, да, то есть, ну, это тоже очень немаловажный факт. Ну и понятное дело, что с каждого респа старайтесь максимально качественно и аккуратно отыгрывать. Каждый ваш респ очень и очень важен для большего заработка кристаллов. Вот, например, в этом споту у меня получилось сейчас даблкил дать. Ну, то есть, как бы, если стараться, аккуратно не торопиться, то можно найти респ, при котором вы не будете получать урон от оппонента, а сами будете очень-очень некисло накидывать. Ну и если, например, у вас на грамме будет крит, а у противника не будет ДАшки, то за 2 грамма вы можете его тоже уничтожить, что является тоже очень и очень хорошим результатом. Я для себя понимаю, что 50 килов в этом режиме это очень и очень крутой результат. И, наверное, ну, есть те ребята, которые эти 50-ки здесь набивали, но у меня за 3 боя, получается, за 2 боя на этом видеоролике и за 1 бой, который я играл вчера на стриме, не получилось сделать, да. То есть, максималка была там 40 с копейками, но до 50 я не дотянул. Видите, как бывает, когда вас очень сильно начинает кошмарить, ну, просто 2 грамма стреляют с двух сторон, один попадает куда-то в бочину и всё, корпус улетает. Но ничего страшного в этом нету, я в очередной раз повторюсь, здесь главное не паниковать, не стрессовать и не торопиться, не торопиться. Аккуратненько, потихонечку, на кильчике, работаете и всё получается. Здесь я вроде даже пошёл за голдом, да, да, я пошёл за голдиком, хоп, вытолкнул, оп, тыщеночку заработал, оп, и ещё урончика докинул, корпус приподнялся, аптечечку прожал аккуратненько, но корпус всё равно улетел в 0 пятку. И вот эта вот ошибка тоже, которую не стоит делать. То есть, невозможно с 0,5 подняться на громе, если вы стреляете в бочину себе, да, то есть, ну, либо там, если вы там стреляете в бочину, там, потом сразу резко влево стабилизировать, но если вы находитесь в зоне на, ну, почти что краю, то при любом раскладе вы, скорее всего, упадёте в минус. Ну, и вот ещё одна, походу, тыщеночка дополнительная заезжает, то есть, это уже вторая тысяча дополнительных кристаллов с боя, в котором, ну, по сути, я играю на киллы, а просто при респе в голде его спокойнейшим образом можно забрать. Ну, и тут хорошо, что у нас минус, но меня сливает, да, то есть, по сути, за пол боя я всего лишь один раз уничтожился, и это очень-очень хороший результат, потому что в этом, в этом режиме есть игроки, которые по 30-40 раз уничтожаются. Ну, и понятное дело, что благодаря таким игрокам вы дополнительно зарабатываете. Вот здесь как раз-таки произошёл выстрел в бок корпуса, я не видел оппонента и не подстроился под него, соответственно, сразу в 0-5 улетел, поэтому всегда старайтесь поворачивать корпус, чтобы у вас он именно прямо смотрел по отношению к противнику. Тогда у вас будет вот эта вот дополнительная стабилизация, и будет возможность уничтожения оппонента и контроля ситуации на карте вообще в целом. 24 килла, 6,5 минут до конца. В принципе, уже есть довольно солидный отрыв, при том, что я бы сказал, что в этом бою есть те игроки, которые могут давать хорошее количество киллов, но даже у них ничего особо не получается. Может, они не хотели там играть на эти киллы и просто акцентировали своё внимание на заработке кристаллов, вернее, не кристаллов, а золотых ящиков, но для меня и лучше, что я могу, например, в таком бою чуть больше концентрации себе дать. И вот так вот аккуратненько понабивать киллочки. Также скажу, что это, наверное, для меня лично самый интересный режим ДМа за последнее время. То есть все ДМки, которые у нас были, даже та ДМка, которая была с Джиггернаутом, Да, с Джиггернаутом, я бы сказал, что эта ДМка с точки зрения скиллозависимости и грамотной вашей игры, то есть только грамотная игра даёт вам возможность набития здесь киллов, она мне понравилась намного больше. Намного больше эта ДМка мне понравилась. И, возможно, да, я не обещаю, но, может быть, мы ещё на ней тоже где-нибудь там на стримасике покатаем, если это будет интересно. Ну, а так, для видоса я считаю, что очень достойный контент, когда ты можешь зайти и хорошие циферки здесь как раз-таки показать. 30 киллов было бы у меня, если бы не одно самоуничтожение. 29 киллов за 10 минут катки, то есть это в среднем практически по 15 киллов, соответственно, за 5 минут. Это является хорошим, хорошим, достойным результатом. Ну и с каждого спота, как и в этой ситуации, стараемся дать ещё дополнительный килл. И если я не ошибаюсь, то это именно тот спот, с которого сейчас будет дополнительный приз, дополнительный бонус. Да, у меня уже кулдаун расходки, появляется точка с выпадением голда. Я стараюсь сконцентрировать внимание на точке, пытаюсь уничтожить оппонента, а именно двоих сразу в линию, и появляется долгожданный контейнер. Это, мне кажется, наверное, даже первая нитра, которую я поражал. Могло прилететь в бочину, и мог я здесь уехать, но благо никто по мне не выстрелил, и я сумел красивенько ещё и контейнер с этой каточки подформить. То есть два золотых ящика, плюс ещё дополнительно контейнер мы тут вместе с вами забрали. При этом хочу отметить, что у меня 36 кило в бою, второго типа всего лишь 15. 15, да, то есть это потенциальный бой на хорошее количество кристаллов. Ну и я бы не сказал, что здесь, например, большое количество расходки тратится, да. Здесь, ну, на этом построен, наверное, маленький-маленький процент, да, трат и расходки. Если, например, сравнить с тем же самым Джаггером, то я думаю, что там вы, ну, и играли там и на том же Кризисе, и расходка больше улетала. Но здесь чисто режим на любителя, на любителя, да. Здесь он реально сложный, реально сложный. И боюсь, что если зайдёт там игрок, который любит побомбить, то у него здесь просто сгорит в два счёта, и он выйдет и больше не будет играть. Потому что, ну, здесь нужна реально такая концентрация, аккуратность, неторопливость, терпение. Поэтому далеко не каждому он подойдёт. Но у меня уже за три минуты до конца боя 38 киллов. Отличный результат. Голды ещё дополнительные появляются. Вот, кстати, здесь была ошибка в моём исполнении. Можно было спокойно забирать этот, например, золотой ящик, если бы я просто поехал бы в упор на оппонента, а не начал по нему накидывать урон. То есть, если бы он в упоре сам бы по мне выстрелил, то, скорее всего, он бы улетел бы в минус за счёт большой силы удара. А если бы не стрелял, то я бы его, скорее всего, просто-напросто вытолкнул бы с точки голда и заформил бы ещё бы себе дополнительную тысячу. Ну и вот очередная ошибка. Я стоял довольно близко к краю. Поехал забирать ДА-шку. Не дал вперёд пару граммов, и корпус уже приподнялся, а там уже киллзона, и всё, и я уехал. Без шансов. Вот так вот здесь очень просто это происходит. 40 киллов за 2 минуты до конца, при том, что я 2 раза сомничтожился, является довольно неплохим результатом. Старался дойти до 50-очки. Могу сразу заспойлерить, что, к сожалению, до неё я не долетел. Но те цифры, которые я в конце получил, сейчас посмотрим на них. Посмотрим. Посмотрим на эти самые замечательные циферки. Полторы минутки. Да, что ещё могу добавить по режимчику, да, что могу добавить? Это то, что, может быть, я уже даже сказал, что очень маленькое количество игроков понимает, как нужно этот играть режим. Да, и вот, например, вот этот спот, вот этот респ, это лучший респ на этой карте. Когда вы прижимаетесь к стенке, да, и корпус у вас не поднимается, также практически не сбивается. Если, например, бы в этом тайминге, по мне, там, не 4 противника накидывало урон, то можно было бы, ну, наверное, не знаю, ещё, ещё 2-3 кила дать сверху, да. То есть, если вы за респ делаете по 3-4 кила, это уже очень и очень хороший респ. Это значит, что вы, ну, сделали практически максимум. А если получается даже больше, то, ну, это вообще просто супер-великолепный результат. 25 секунд до конца, 42 кила всего лишь. 44 было бы, если бы я бы 2 раза не сомничтожился. Кажется, не такое большое количество киллов, но попробуйте сами сделать больше. И если у вас получится, то напишите по этому поводу в комментариях. Будет интересно вообще посмотреть, насколько жёсткие типы у нас есть, сколько киллов вы можете в этом режимчике дать. Ну, и за 43 кила я получаю 15 тысяч кристаллов. Также не забываем то, что я забрал 2 голда плюс контейнер. Соответственно, за один матчмейкинговый бой я получил 17 тысяч кристаллов. При этом это была реально интересная ДМка. Это не ДМка, в которой ты просто фармишь крипов и не получаешь никакого там удовольствия, и тебе не нужно как-то жёстко стараться. Это реально ДМка, в которой ты можешь набить свои киллы исключительно за счёт своей грамотной игры. Будешь играть неграмотно, будешь торопиться, ничего у тебя не получится, ничего ты абсолютно не набьёшь. Будешь просто летать в киллзону, и, соответственно, никакого фарма у тебя не будет. А так, за 5 тысяч опыта, 15 тысяч кристаллов заработано. Это x3 коэффициент, и это очень хорошая формилка для эффективности. Ну и в целом формилка как специальный режим. Поэтому всё, что я вам могу сказать сейчас, попробуйте, попробуйте. Надеюсь, что какие-то советы вы для себя даже, может быть, выделите, да, и воспользуйтесь ими. Постарайтесь аккуратно поиграть. Возможно, вам понравится этот специальный режим. Потому что мне лично этот режим реально зашёл. Это один из немногих специальных режимов на определённом вооружении, который реально прикольно, прикольно работает. И в котором можно очень неплохо ещё и дополнительно зафармить. Поддерживайте видос лайком, если он вам понравился. Подписывайтесь обязательно, друзья, на канал, если вы ещё вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.